Если она встанет, она может встать и на полгода. В течение полутора лет перегнивает. Это примерно где-то тысяч на сто пятьдесят. Судобилка работает, получается, неэффективная. Ребята, всем привет! Вы на канале Мульчер Эксперт. С вами я, Антон Хатунцев и Владимир. Сегодня мы расскажем о виде утилизации порубочных остатков. Помимо мульчерной техники, многие сталкиваются с тем, что нужно выполнять объемы в маленьких масштабах, такие как подготовка под строительство торгового центра, вырубка частной территории и мульчерную технику. Пригонять нерентабельно, невыгодно, она негабаритная, тяжелая, большая. Требуется специальная техника, чтобы ее перевести. И сегодня мы расскажем об американских дробилках, которых есть в наличии четыре единицы. Преимущество четырех единиц в том, что если, допустим, у вас на объекте одна или вторая вышла из строя, мы можем ее заменить третьей и четвертой. Производительность дробилок мощнейшая. Основной затратной частью у людей, которые занимаются вырубкой и расчисткой, это вывоз порубочных остатков. И эти порубочные остатки рентабельно утилизировать промышленной дробилкой веток. Ну и плюс еще одно хочу сказать, что есть моменты, где мульчер в принципе не применяем, это санитарная очистка леса. И как показывает практика, допустим, в той же Европе, в Штатах, очень часто мы сталкиваемся с тем, что идет санитарная очистка леса. И там вообще, как таковой, есть два варианта развития событий. Это либо ветки вывести и утилизировать на свалке, либо их передробить, оставить в том же лесу, разровнять ровным слоем, чтобы была естественная подкормка почвы. Соответственно, оставшиеся деревья после этого более хорошо растут, потому что у них есть уже слой природного компоста, который от упавших, от сухих деревьев образовался в процессе уже вне щепы. И тем самым, наоборот, появляется такой благотворный эффект для того, чтобы лес быстрее восстанавливался. Дробилки у нас в основном это производитель Dynamic, он же Barco. Компания, к сожалению, в Америке уже с 2014 года прекратила их выпускать. У нас вот последние экземпляры, которые выпускались, они все 2013 года. Так как в процессе банкротства эта компания слилась с Terex, всем известным производителем. В течение 2015 года он данные модели выпускал, но в белом окрасе в России не предоставлена ни одна, в Америке они, в принципе, работают. В дальнейшем от рубительных машин, так будет правильнее их называть, мелкой производительностью, ну, она относительно мелкая, вот, они отказались, вот, и выпускают, на данный момент, Terex выпускает только большие промышленные машины, которые, ну, для стационарных деревообрабатывающих предприятий, вот, которые не транспортируются, устанавливаются на одном месте и перерабатывают отходы деревообработки, скажем так. Вот. Данная машина, в принципе, довольно-таки мобильна. Вот. Преимущество даже перед многими американскими машинами у них в том, что здесь, как мы видим, даже вот надпись на дробилке Discon, это конические барабаны, вот. Кто более-менее сталкивался, скажем, работой с деревом, даже, ну, тем же примитивным топором, все мы прекрасно понимаем, что срубить дерево по диагонали гораздо всегда проще, чем перпендикулярно волокнам. Вот. Обычная дробилка барабанная, либо дисковая, она дробит, как правило, перпендикулярно волокнам рубит. Эти, за счет конического барабана, вот, рубят по диагонали, как бы, наискосок волокон, вот, соответственно, тем самым при одних и тех же мощностях увеличивается производительность. Вот. Двигатели у них стоят Cummins QSB 4.5, вот. При этом, при всем, в зависимости от барабана, от мощности дробилки, при одном и том же объеме двигателя достигается разная мощность. Это достигается уже, соответственно, компьютерными настройками двигателя. Вот. Двигателя, соответственно, от 140 до 210 лошадиных сил. Давай подойдем к дробилке, с самой большой. Начнем и расскажем конкретно по этой модели. Как таковых, то, что, ну, сказать, что она самая большая, они, в принципе, одинаковые, но если заглянуть вовнутрь, то есть тут мы имеем сдвоенный конический барабан. Вот, соответственно, рубящие ножи в количестве четырех штук. И барабан состоит из двух конусов. То есть, ну, производитель запатентовал его как конхит. Вот. Сдвоенный конический барабан. Вот. Данная дробилка перерабатывает диаметр до 50 сантиметров, но при этом, при всем, приемное окно у нее не 50 на 50, как правило, это бывает, а 70 на 50. То есть, теоретически, если она перерабатывает диаметр, там, сантиметров 30, одновременно, она такого диаметра может два бревна спокойно проглотить. Что уже суммарно получается, как бы, 60 сантиметров, но никак не 50. Так, если взять вариант более меньше, маленькая, в чем разница? Вот, допустим, большая и поменьше. Мы можем посмотреть у нас, да, соответственно, в производительности. Можем посмотреть вот модель 55-ю, и она перерабатывает диаметр до 40 сантиметров. Она у нас сейчас на небольшой профилактике, то есть, мы видим уже окно 40 на 40 сантиметров. Здесь стоит одинарный барабан, и вот модель 70-я. Она, кажется, намного больше 510-й, которые мы только что смотрели с песочными часами. Она сейчас у нас в ремонте. Ну, здесь, конечно, куча запчастей, вот, но вот такое ее окно. Вот, она сейчас в ремонте. У нее вышли из строя подшипники нижнего подающего барабана, но, соответственно, эта модель у нас чуть-чуть все-таки претерпела изменения от изначальной конструкции. Мы ее немного усовершенствовали подающий верхний барабан, то есть, уже сами его изготавливали, вот, по аналогии с 510-й моделью, так как она зарекомендовала себя как довольно-таки надежный аппарат, простой в обслуживании. Расскажи про проблемы по запчасти, как долго ждать, если, допустим, ты сломался. Ну, к сожалению, с нынешней политикой, то, что у нас не совсем идет хорошее отношение с штатами, к сожалению, сейчас запчасти приходится ждать долго. Вот последние запчасти, которые я ждал, где-то в районе трех месяцев они приходили сюда. Это при этом при всем, что с Америки в Беларусь они пришли довольно-таки быстро. С Америки в Беларусь, идут в Беларусь и в Россию? Идут с Америки в Польшу, с Польши идут в Беларусь, в Беларусь и таможицы, так как в России с Беларусью единое таможенное пространство. Вот, таможицы уже в Беларусь, и в Беларусь и сюда. То есть, с Америки в Беларусь они пришли в течение буквально трех недель, прилетели. Вот, все это остальное время, это волокиты на таможне, это вот чисто бюрократия и все прочее, и, соответственно, если есть какое-то подозрение у таможенников, что груз может быть частично какой-то контрабадой или чем, а груз полностью партия всего груза, который приходит оттуда, идет на полную проверку на тотальную, что было, собственно говоря, и с нашим грузом. Хотя у нас был там один палет всего, но, соответственно, мы попали на полную проверку, это заняло около месяца, и груз пришел весь скрытыми коробками, весь распространенный. Получается в нынешнее время одну дробилку, если кто-то, допустим, захотел приобрести новую, там, допустим, в лизинг или бэушную, и попал на поломку, одну дробилку выгодно, ну, невыгодно иметь, да, пластно? Вообще невыгодно в том плане, что если она встанет, она может встать и на полгода. Ну, вот, собственно говоря, это то, что пришло с Америки, просто мы коробки распаковывали, вот. На какую сумму денег нужно иметь запчастей в наличии? Вот это, ну, и тут частично на столе, это где-то на полмиллиона. На полмиллиона должно быть заплатить? То есть, вот, диски сцепления запасные, это по-любому должно быть, если их заказывать с Америки, они обходятся с доставкой примерно в 15 тысяч, если их покупать здесь по наличию, это каждый диск. Если покупать их здесь, в России, по наличию, есть, вот, производитель у них Твиндиск, вот, есть официальное представительство Твиндиска, так как это сцепление считается судовое и применяется в основном на мелких судах, на кораблях, вот. Есть представительство в Москве, но, к сожалению, у них диск, если по наличию брать, он стоит уже 35 тысяч. Один диск? Один диск. Вот, собственно говоря, подшипники. Подшипники у них тоже своеобразные, то есть, мы видим маркировку Dodge, так называемая фирма Dodge Balder. Вот подшипник тоже довольно-таки вылетающий, они специфические по своей конструкции. Вот, каждый такой подшипник стоит порядка 180 тысяч. Один подшипник. Ну, с Америки его притаскивать, понятно, что чуть дешевле, ну, ничего дешевле, но порядка 100 тысяч он обходится, если я его, допустим, заказываю сам с Америки. Если брать его здесь, представительство, опять же, Dodge Balderа в Питере есть. К сожалению, эти подшипники довольно-таки хорошо защищены патентами в Америке и, ну, я думаю, что китайцы даже не рискнут их делать. Специфическая установка, это один подшипник, во-первых, с учетом того, что у него размер дюймовый, он еще дюймовый дробный. То есть, метрический подшипник практически не подобрать, чтобы он подошел. Вот, есть ребята, у меня знакомые в Кирове, у них 510 модель, они все-таки пошли более... То есть, динамик, да? Динамик такой же точно, как у нас, 510 модель, они пошли более простым путем, вот. Они переделали вал на отечественные подшипники. Подшипники у них выхаживают где-то около недели, потому что отечественных двухрядных подшипников нормальных, такого плана нету. Плюс мы здесь видим, что есть защита металлическая, и она на самом деле, если подшипник уже выходит из строя, ее очень хорошо видно, она тут двойная. То есть, в процессе работы идут опилки, идет грязь. Отечественных, к сожалению, ни отечественных, ни китайских, ни европейских подшипников с такой защитой нету. И на обычных, скажем, подшипниках, что европейских, что китайских, что отечественных, у них уплотнение, оно идет одинарное и не металлическое, оно идет резина металлическая. В процессе пыли и всего прочего оно выходит из строя, соответственно, подшипник не смазывается, он выходит полностью из строя очень быстро. Чревато это еще тем, что в процессе может полететь сам вал. Потому что, если подшипник заклинит, проворачивает внутреннюю обойму, что портит вал. У динамика преимущества перед многими производителем, в том числе, допустим, вермером, это в том, что вал у них все-таки сменный, но это, опять же, довольно-таки дорого. И могу сказать, что вот, ну, даже попытки изготовить вал из того металла, который есть в России, они, ну, пока, я знаю, двоих ребят, кто пытался это сделать, но пока не увенчались с успехом, потому что вал ломается. То есть, сталь все-таки там тоже спится. Расскажи о поломках, о таких, как кто-то забросил арматуру в дробилку. Это тоже бывает. Вот я хочу для начала еще показать. Вот, допустим, прибор автофит. Тоже довольно-таки часто вылетающая деталь. Вот. Он, соответственно, предназначен на дробилках для того, чтобы при большой нагрузке, чтобы снять нагрузку с двигателя, не рвать сцепление, не рвать приводные ремни. Вот. Этот прибор, соответственно, отключает подачу гидравлическую. При этом, при всем двигателе набирает свои обороты. Вал, вернее, рубящий барабан тоже, соответственно, набирает свои обороты. И после этого прибор запускает подачу дальше. Дальше мы тут имеем еще само сцепление в сборе. Вот это промежуточный диск. Тут же тоже мы видим диски сцепления. Вот. Это нажимной диск. Это ведомый диск. Это выжимной подшипник. Это у нас сейчас в разобранном виде. Все. Если суммарно вот это все собрать, ну, это примерно где-то тысяч на 150. Вот только вот эта кучка. Володь, про сцепление рассказал. Давай расскажем про двигатель. Ну, двигатель сам по себе довольно-таки надежный. С американскими двигателями мы уже, как бы, сталкиваемся очень тесно и уже хорошо имеем ремонтную базу свою и все прочее. Вот тут у нас от фордов головки двигателя лежат отшлифованные. Двигатель, как я говорил, там Cummins QSB 4.5 на наших дробилках стоит. И, соответственно, сам по себе двигатель довольно-таки надежный. Надежный он, наверное, еще даже из-за того, что данный двигатель, хотя все знают, что завод Cummins находится в Китае уже давно. Но данный двигатель выпускается только в Америке, на американском заводе Cummins, если я не ошибаюсь, в Мичигане. Соответственно, может быть, из-за этого еще надежность двигателя довольно-таки высокая. Но, к сожалению, есть один нюанс, который убивает всю нашу технику, я имею в виду, которая в России работает. Это низкое качество топлива. С двигателями мы, кроме как обычного технического обслуживания и кроме поломок, которые вызваны как раз низким качеством топлива, то есть это выход из строя форсунок, больше серьезных поломок у нас не было. Но даже если, скажем, форсунка выходит из строя, то, как правило, эти форсунки уже отремонтировать нормально не получается, приходится их менять. Если, допустим, на том же двигателе Cummins BT-6, BT-4, которые применяются на технике, которая выпускается в России, это автомобили ГАЗ, автобусы ПАЗ, КАМАЗ. Соответственно, на другой технике, которая непосредственно в двигателе этой серии выпускается в Китае. Если на него форсунка, допустим, стоит порядка 12-13 тысяч рублей, то на данный Cummins форсунка одна уже стоит порядка 40 тысяч рублей. Вот, как правило, если из-за низкого качества топлива они выходят из строя, то выходят все. Соответственно, тут уже понятно, что чисто на форсунки надо выложить 160 тысяч рублей. И, как правило, в России их, опять же, нет. То есть, с учетом того, что двигатель американский, все-таки на российскую технику этот двигатель не устанавливается. Приходится это все заказывать со штатов. И ждать три месяца. Ну, и ждать три месяца, но всего, опять же, у нас, я говорю, у нас где-то, ну, примерно сейчас расходников запчастей где-то на полмиллиона есть на складе. Вот, но даже с учетом этого мы не можем спрогнозировать, что вылетит в следующий раз. Мы, допустим, запчасти держим и расходники держим только те, которые, собственно, уже, ну, по опыту являются наиболее часто требуемыми. Вот, но что вылетит, допустим, вот тот же прибор AutoFit, вот, который я показывал, он у нас из четырех дробилок вышел из строя, вот, буквально полгода назад, только на одной. Опять же, его пришлось заказывать. Они периодически выходят, но еще можно как-то его реанимировать, оживить это происходит из-за того, что в процессе работы дробилка довольно-таки большую вибрацию имеет. И любые электронные контакты, все прочее, ну, периодически приходится делать им ревизию. Это не только AutoFit касается, это касается, допустим, того же генераторного оборудования, в целом всей проводки, блока, электронного блока управления двигателем. То есть, ну, есть моменты, когда часто очень приходится делать, скажем, ну, даже не то, что ревизию, а некоторое такое уже серьезное вмешательство в электропроводку. Вот, соответственно, для этого у нас уже есть приобретены и диагностические сканеры, чтобы быстро находить причину поломки. И есть, как никак, какой уже небольшой опыт. Какие еще нюансы есть? Это, опять же, ну, у многих может создаться вопрос сам по себе. Мы рассказали, в принципе, про конструкцию барабана, про все прочее. А чем они рубят? Вот, рубят они, естественно, ножами рубительными. Вот, сами рубительные ножи, это тоже некий нюанс определенный, потому что какая разница между дисковыми и барабанными рубительными машинами. Вот, у барабанных рубительных машин, у них количество оборотов в процессе работы барабана намного ниже, чем у дисковой. То есть, если, как бы, дисковые рубительные машины, они вполне хорошо дружат с ножами твердосплавными, это, ну, та же Г-65 сталь, Х-2. Вот, соответственно, дисковые, к сожалению, вернее, барабанные, к сожалению, с этими сталями не дружат. Вот, американцы, выпуская дробилки, они предлагают только свои ножи сугубо. Вот, и сплав стали этих ножей, спецификацию самих ножей, с какой стали они сделаны, все прочее, они, к сожалению, не дают. Они это держат, так сказать, в секрете. Ну, есть момент такой, вот, у нас мы чаще всего работаем оригинальными ножами, хотя это довольно-таки дорого. Ну, скажем, есть у нас небольшая тонкость. Подобрали мы, опять же, сталь, с которой делаем эти ножи, но я не буду называть ее, но могу сказать, что она не отечественная все-таки. Вот, потом, соответственно, опять же, возвращаясь к ножам, если комплект оригинальных ножей брать на дробилку, вот, хотя бы, ну, допустим, на эту, то комплект стоит порядка тысячи долларов. Это четыре ножа. Если брать семидесятую модель, таких же ножей, там восемь. То есть, для того, чтобы полностью укомплектовать ножами, это порядка двух тысяч долларов. Как часто они ломаются? Все зависит от того, на чем работать. Мы очень часто работаем вдоль дорог, вот, и там бывает, ну, не то, что бывает. Каменистая пыль. Вот, да, пыль с годами, которая, это даже не замечается, вроде работает машина на чистом дереве, визуально, оно чистое, ничего такого нету. Но, на самом деле, с годами вот эта вся пыль, которая оседает на деревьях, она врастает в структуру древесины. И она получается вот так пескоструит. Сама по себе. Это в Карелии вы сталкивались? То есть, в Карелии ножи летели прям один за одним? Да, потому что включением в саму структуру дерева уже попадается песок, то есть, ну, тот же кремний, он это самое. Он довольно-таки быстро ножи... Вот, бывают случаи, что, особенно в регионах, где проходили бои в Великую Отечественную войну, где леса произрастают, бывают случаи, что очень много осколков снарядов попадается в дереве. Вот, и, ну, допустим, достаточно один осколок поймать, и тем самым, грубо говоря, там ушатать два-три ножа. Вот, то есть, они после такого удара приходят полностью в негодность. Если вы заказываете такую дробилку к себе на объект, то сразу предупреждаю, нужно иметь человек 12-15, для того, чтобы они без остановки могли подавать. Потому что бывает, приезжаем на объект, начинаем работать, заказчик выделяет там три или четыре человека, и эти три или четыре человека, они заняты только тем, что подносят, ну, организовывают кучки, потом с этих кучек подают дробилку, и дробилка работает, получается, неэффективно, и выработка малая. И заказчика сразу предупреждаем, когда звонят. То есть, берите подсобников как можно больше, для того, чтобы работа была эффективнее, для того, чтобы вы утилизировали свой порубочный остаток, ну, как можно быстрее. Значит, вот, собственно говоря, хотел показать еще ножи. Вот, такого плана мы имеем в виду новый нож. Вот нож после заточки, но со следами удара, которые мы здесь видим. Вот нож уже отработанный, соответственно, ставить его нельзя, потому что ширина ножа, точатся ножи вот от нового до такого состояния, максимум по 5 миллиметров с каждой стороны. Дальше уже увеличивается зазор между контрножом и рубящей поверхностью ножа. И, соответственно, нормальной работы не будет. Будет большая повышенная нагрузка на ременную передачу, будет нагрузка на сцепление. Соответственно, ну, такими ножами работать уже нельзя. Вот нож со следами удара. Это когда попадают металлические частицы в дереве. То есть, ну, теоретически смотрим, его можно еще один раз заточить, но максимум до вот такого состояния. То есть, этот нож заточен, мы видим, одна кромка рубящая у него нормальная абсолютно, а вторая кромка у него, как бы, тоже нормальная, но, соответственно, в одном месте мы имеем хороший скол. По производительности. Производительность хорошая, конечно, тема. Когда часто спрашивают заказчики, какая у них производительность. Завод ставит, ну, возьмем, допустим, конкретно 510 модель. Завод говорит, что у него производительность до 60 кубов щипы в час. На выходе. На выходе, да. При этом, при всем, действительно, такой производительности мы добивались несколько раз. Но это, опять же, при механизированной погрузке. Это когда используется для подачи грейферный кран-манипулятор лесной. Вот. Либо, соответственно, хорошо дрессированные люди. 12, 15, 20 человек, да? Нет, у нас был, даже могу сказать, это был жилищник Даниловского района. Работало у них 5 человек на дробилке. И реально в час по 3 КАМАЗа 20 кубовых щипы из-под дробилки уходило. То есть дробилось непосредственно в машину, что можно было, соответственно, ну, реальную кубатуру промерить. Вот. 3 КАМАЗа щипы из-под дробилки уходило. К сожалению, бывает очень часто такое, что заказчики заказывают технику и полагаются только на технику. Я всегда предупреждаю о том, что тут производительность будет зависеть больше не от того, сколько техника сможет переработать, а сколько ваши люди смогут туда впихнуть. Потому что с объемом она справится, а вот справятся люди или нет, это уже... Володь, а не упускай нюансы. Чего, порода дерева. Сосна или дуб? Береза, осина? Сосна, осина будут рубиться всегда гораздо легче. Вот. Дуб, вяз, ясень дробятся гораздо тяжелее. Вот. Плюс еще зависит очень немаловажно от времени года. Соответственно, если это зима, морозы больше 10-15 градусов, древесина мерзлая, она даже, если это будет мягколиственная порода, вот, или хвойная порода, соответственно, все равно, допустим, мерзлая сосна, скажем, при минус 15-20 градусах будет дробиться так же тяжело, как в летнее время тот же дуб. Опять же, даже если брать твердолиственную породу, тот же дуб, сухой и сырой, соответственно, тоже перерабатываются по-разному. Вот. Сырой он будет всегда гораздо легче перерабатываться, если брать летнее время там, вот, ну, вернее, теплое время года, сухой, будет перерабатываться гораздо тяжелее. О фракции щепы. Фракции щепы, значит, у них, у данных машин не устанавливается сито, то есть, ну, однородной фракции такой, чтобы не попадались туда крупные щепки, такого, ну, добиться у нее практически нереально, вот, но их мало. Объясню, почему, потому что, когда, допустим, даже запихивать длинное дерево, сюда, длинный ствол, в конце происходит такой момент, как только проходит ствол уже до конца и проходят подающие ролики, его уже сам по себе барабан рубящий разворачивает так, как ему будет легче рубить, и он начинает его дробить вдоль волокон, то есть, получается, щепки иногда вылетают такие по 10 сантиметров, плюс фракции у данных дробилок еще регулируется за счет того, что есть возможность регулировать скорость подачи материала, соответственно, как бы мы можем добиться того, что практически, вот, если брать, дробить вот большие стволы, мы можем поставить, выставить подачу материала так, что щепа будет мелкая, практически, ну, чуть крупнее, наверное, рисовой крупы, вот, а может быть, грубо говоря, 2 на 2 сантиметра щепки, то есть, все зависит от подачи. Многие заказчики, многие заказчики еще эту щепу оставляют, то есть, для конных дорожек, для благоустройства вот, для клумбы. Ну, при средней подаче материала у нас получается щепа по фракции, ну, примерно, как декоративная щепа, вот, которую все видели в магазинах уже крашеную, там не крашеную, то есть, ну, примерно такой фракции, это при средней. При увеличенной подаче она, соответственно, чуть крупнее, ну, соответственно, при увеличенной подаче она, наиболее большая производительность достигается у нее. Если, допустим, брать те же расчистки парков, лесов, санитарные расчистки, там, вдоль дорог, ну, как правило, мы всегда ставим на максимальную подачу, потому что там, если щепа остается в лесу, то, соответственно, фракция ее, как бы, особо не имеет значения, она спокойно, даже в самой крупной фракции, она спокойно в течение, там, полутора лет перегнивает. Давай покажем ее в деле, теперь. Ребят, вы были на канале Мульчер Эксперт, подписываемся на канал, ставим лайк вверх, репостим в соцсети и задаем вопросы, комментарии. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok